Газированные напитки 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 конкурсантов с особой тщательностью и под микроскопом. Предпочтения потребителей распределились следующим образом. Самым вкусным лимонадом признали напиток от ООО «Аква». Большее количество голосов отдали за крем-соду от «Аквабур». Народные дегустаторы признали лучшим и дюшес, и тархун от «Аква». В категории напитки сильной газации больше всех голосов у тархуна из Иркутской области. От завода «Розлива минеральных вод». Основной показатель соответствия напитков ГОСТу – степень их газации. Именно это и проверить в лаборатории Роспотребнадзора. Для сильно газированных напитков массовая доля 2-кисиоглерода нормируется не менее 0,4%. Для среднегазированных – не менее 0,3%. Для слабогазированных – не менее 0,2%. Органолептические и конкретные значения физико-химических показателей, таких как массовая доля сухих веществ и кислотность, массовую пищевую ценность и сроки годности продукции, обусловленные особенностями используемого сырья, технологии производства и условиями розлива, устанавливаются на рецептурах на конкретную продукцию. Результаты лабораторной экспертизы известны. Специалисты выяснили, соответствуют ли представленные напитки ГОСТу. Проверить каждую бутылку лаборатории невозможно, поэтому специалисты советуют не пренебрегать рядом нехитрых правил. Подходя, конечно, к определенной полке, где стоит продукция, особенно безалкогольные напитки, в первую очередь потребителю надо обращаться, обращать на ту информацию, которая представлена для потребителя. Вот, например, обязательно должен быть ценник. Цена данного, значит, вида изделия, затем масса, значит, объем напитка какой представлен. В дальнейшем мы должны знать, взяв бутылочку, мы должны посмотреть, например, взяв определенную бутылку, мы смотрим дату розлива данной продукции, дата розлива и срок его реализации. Отсюда зависит, конечно, качество. Если будет просроченный срок реализации, то не нужно брать эту продукцию. Информация должна быть читаемая, она должна быть доступна для потребителя. Для того, чтобы призвать к ответу недобросовестных производителей, не обязательно обращаться на предприятие. Вообще, право ответственности идет за магазином, то есть он является посредником между производством и покупателем. Поэтому, конечно, надо обращаться в первую очередь к продавцу, продавцу, подойти, например, к кассе, вызвать специалиста, который отвечает за качество данной продукции. Можно обратиться либо с устной претензией, а если в устном порядке незамедлительно не решается этот вопрос, то официально можно уже жалобой опродиться в государственные надзорные органы, управление Роспотребнадзора по Республике Бурятии. В магазине должны соблюдать правила хранения продукта, указанные на этикетке производителем. В торговом зале обязательно должны находиться контрольные весы и уголок потребителя. Еще один важный параметр – правильный ценник. Пробить выбранный товар должны только по указанной цене. Если стоимость посчитали выше, обязаны вернуть разницу. Закон на стороне потребителя. Установлена ответственность юридическая, закон о защите прав потребителей, статья 10, правильная, достоверная информация о доведении. Туда входят и ценники, что цена должна быть правильна, вопрос информирования о качестве продукции, отсутствие несоблюдения как раз санитарных норм правил, что реализация товара с просроченным. Это вообще недопустимо. Производство газированных напитков, особенно в ПЭТ-таре и равно, как и в стеклобутылке, организовано на поточном методе, задействованы автоматические линии. Ну, основой всего является приготовление купажа, в котором закладываются все вкусовые качества. В процессе приготовления купажа участвуют специалисты предприятий, которые отдали многие годы на благо предприятия. В итоге, на сегодня мы имеем такой вкус лопитка, который, как мы говорим, вкус детства, потому что это, так называемая, ретро-серия, на которой выпускалось еще многие десятилетия. Но на сегодня компания привела глубокую модернизацию производства. Заменены три линии розлива, практически полностью автоматизированы. Установлены в друбное современное оборудование, которое позволяет работать круглосуточно практически с небольшим участником человека. Из 16 образцов один образец не прошел. То есть, по показателям физико-химическим долгий с углерода, данная продукция ИП Мальцева по продукции напиток Дюшест забракован. Он не соответствует государственному стандарту. Все победители первого тура народного голосования с успехом прошли и лабораторную экспертизу. Победителями программы стали в категории напитки средней газации. Лучший лимонад, дюшес и тархун от ООО «Аква». Крем-сода от ООО «Аквабур». Лучший тархун сильной газации от Иркутского завода розлива минеральных вод из Шелихова. В летний зной спасаетесь только проверенными напитками. Ну а мы поможем определиться с выбором. Это была программа «За качество отвечаем». До свидания. Продолжение следует...